Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа Грани. И сегодня мы собрались на круглый стол для того, чтобы поговорить о таком явлении, как коррупция. Мои гости сегодня. Андрей Владимирович Японешников, заместитель главы администрации городского округа по работе с административными органами безопасности и режиму. Старший помощник прокурора ЗАТО город Новоуральск Алексей Александрович Ворочев. Начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Валерьевич Одинецкий. Глава молодежной администрации Новоуральского городского округа Никита Евсеев и депутат молодежной думы Максим Бабошин. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем наш разговор. Я хочу сказать, что 9 декабря вчера мы отметили Всемирный день борьбы с коррупцией. Конвенция была принята на Генеральной Ассамблее ООН 1 ноября 2003 года. И с тех пор это социальное явление постоянно изучается и мониторится. Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы обсудили ту обстановку, которая складывается в нашем с вами родном городе Новоуральске. И, наверное, первый вопрос к вам, Алексей Александрович. Какова ситуация, какова обстановка? Может быть, цифры, факты? Пожалуйста. Как уже было сказано, Всемирный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. Эта дата приурочена к тому, что в этот день, в 2003 году, была открыта подписана Конвенция ООН против коррупции. Была ратифицирована нашей страной в дальнейшем. И в исполнении, в развитии тех положений, которые были закоплены в этой конвенции, был принят ряд нормативных актов, которыми регулируется деятельность в сфере противодействия коррупции. Это, прежде всего, закон о противодействии коррупции. И различные законы федеральные, которые определяют порядок прохождения государственной службы, муниципальной службы. В данных законах закреплены различные виды запретов, ограничений для муниципальных и государственных служащих, которых часто называют чиновниками. Сформулированы в данном законе основные принципы. И прокуратура является одним из основных субъектов надзора в данной сфере. На прокуратуру возложен ряд задач, которые должны обеспечивать это приоритетное применение мер по профилактике коррупции, борьбе с ней. Также очень важный момент. У нас надзор в сфере противодействия коррупции идет в различных органах власти и управления. То есть проводятся проверки выполнения запретов, ограничений для государственных и муниципальных служащих. Также проводится на постоянной основе проверка, экспертиза правовая нормативных правовых актов, которые принимаются органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов. Надзор за исполнением законов о противодействии коррупции осуществляется на системной основе, является приоритетным направлением. Алексей Александрович, ну это все понятно, это как бы такие постулаты вашей работы. Давайте по жизни. Вот как строится? Есть ли обращение граждан? Каким образом вы работаете с этими сигналами? Что происходит в городе-то? То есть как правильно это все понятно, а как есть? Как есть? Ну в плане противодействия коррупции, как я уже сказал, в первую очередь это приоритетные меры по предупреждению и профилактика. То есть выявляются различные нарушения закона в ходе проверок, как правило. Проверки у нас плановые по заданиям прокуратуры Свердловской области. Как таковых обращений граждан по фактам каких-либо коррупционных правонарушений у нас очень мало. То есть эти факты, они как правило не так открыты, и нужна определенная работа, чтобы их выявить. Вот, это вот очень интересно. Каким образом вообще можно с таким случаем поработать? Ну допустим, есть сигнал. Там объективный, необъективный, тоже вопрос другой. Тем не менее, к вам обратились. Что вы делаете? Мы проводим проверку. То есть выясняем, были ли данные моменты на самом деле. Соответственно, по результатам проверки может быть принят ряд мер прокурорского реагирования. Ну, в плане, вот, если коррупция интересует, наверное, прежде всего обывателя, это наличие каких-то громких уголовных дел, вообще уголовно-правая составляющая, то у нас в данной части осуществляется надзор за деятельностью органов предварительного следствия и дознания. То есть вы контролируете еще и коллег в их работе? Это одно из основных направлений деятельности, надзор за органов следствия и дознания. То есть это надзор за ходом расследования уголовных дел, утверждение их направления с объединительным заключением в суд. Вот если в плане цифр, то у нас в этом году, вот за 9 месяцев у меня цифра есть, было выявлено правоохранительным органом 5 преступлений коррупционной направленности. В суде рассмотрено на данный момент 3 дела коррупционной направленности. То есть это у нас 3 дела связаны с покушением на отдачу взятки сотрудникам ОГИБДД на Уральска за несоставление в отношении них административного протокола. И одно дело, которое рассмотрено, это в отношении директора коммерческой организации, который пользуется служебным положением, похитил денежные средства на сумму 4 с лишним миллиона рублей. Может быть, Андрей Валерьевич, как-то поподробнее? Да, конечно. Что касается цифр, у нас на сегодняшний день уже, так скажем, были достигнуты более высокие результаты. Есть и выявление преступлений по получению взяток. Это дело уже направлено в суд по статье 290, части 3. И дополнительно был выявлен еще состав служебный подлог. Это в сфере здравоохранения. Значит, ну сейчас мы ждем, как рассмотрят это дело в суде, и там уже будет все понятно. Также, что у нас еще в настоящее время в следствии рассматривается также коррупционное уголовное дело по статье мошенничества в отношении одного из руководителей коммерческой организации, который, значит, получил незаконно денежные средства в размере около 300 тысяч рублей. Ну, я так понимаю, что коррупция-то у нас в большей степени как-то ассоциируется с чиновниками, да, то есть вот с этим аппаратом. Да, конечно. Здесь какие-то есть, какая-то, так сказать, практика в городе, какие-то случаи выявленные? Ну, что касается чиновников, вы чиновников какого ранга имеете в виду? Самого разнообразного у нас? Да, то есть госслужба, должностные лица. Совершенно верно. Я уже, в общем-то, привел пример по взяткам, по взятке и служебному подлогу. Это что касается системы здравоохранения. В остальном, пока у нас проводится проверка, есть уже определенные наработки. Ну, я думаю, что в ближайшее время, значит, уже результаты будут. Я хочу отметить, что на сегодняшний день, согласно рейтингу Международной неправительственной организации и Transparency International, Россия находится на 136-м месте, рядом с Камеруном, Ливаном и Нигерией. Мы печально обогнали в этом вопросе Бразилию, Италию, Индию, Китай, Мексику и даже Казахстан. Вот среди наших, так сказать, коллег, бывших по социалистическому лагерю, тоже занимаем первое место. Что можно в этом смысле прокомментировать? Это что, наше национальное зло, Андрей Владимирович? Ну, я думаю, здесь сложно сказать, зло не зло, но тем не менее то, что сейчас в государстве создается и функционирует система противодействия этому злу, ну, вот коллеги уже об этом сказали, и вот эта система, система, она, может быть, не сразу, но начинает, я так думаю, все-таки давать определенные результаты, потому что она, система, во-первых, это выстраивается, продолжает, то есть она не остановилась в своем развитии, продолжаются какие-то дополнительные меры приниматься, которые ограничивают чиновников в том или ином вопросе, делают их деятельность более прозрачной. Ну, что касается органов местного самоуправления Новоуральского городского округа, то здесь мы стараемся работать на системной основе, как уже коллеги сказали. Основная функция органов местного самоуправления, которая нам определена законодательством, это координирующая, то есть в рамках этой координирующей функции на уровне муниципалитета создана и работает комиссия по противодействию коррупции, она заседает в ежеквартальном режиме, в состав комиссии входят должностные лица и правоохранительных органов, и общественные организации входят у нас, и представители СМИ в эту комиссию, то есть мы эти вопросы периодически, даже не периодически, на постоянной основе, в ежеквартальном режиме обсуждаем, определенные решения принимаемся, осуществляется контроль за выполнением этих решений. Второе направление деятельности органов местного самоуправления это антикоррупционная экспертиза тех нормативных актов, которые мы делаем, причем как внутренне, так мы и предоставляем возможность эти акты изучить в прокуратуре, и в последнее время выставляем их на всеобщее обсуждение, когда речь идет о нормативных документах, и вот когда уже ни прокуратура, ни общественность не видит там коррупционные составляющие, эти документы уже выходят на стадию принятия. Это тоже одно из тех ограничений, которые используются на сегодняшний день в работе. То есть это такой социальный фильтр, да, получается? Ну и внутренний контроль, который организован опять же в соответствии с действующим законодательством, за доходами, имуществами, обязательствами имущественного характера муниципальных служащих, за соответствием получаемых доходов и расходов, за соблюдением ограничений и запретов, работают специальные комиссии, нас периодически проверяет прокуратура в этой части, то есть здесь тоже как бы работа идет. И вот что касается этих ограничений, то здесь законодательство достаточно живое. То есть если сначала мы отчитывались только о доходах, то теперь уже с прошлого года мы начинаем отчитываться и о расходах. То есть естественно все это дело проверяется, все это дело проверяется через налоговую, через наши правоохранительные органы. И если выявляются факты, то не предоставление каких-то доходов. Одно дело, когда просто некий случай привел к тому, что человек вот там какие-то копейки пения не увидел и не отчитался за них, хотя это тоже становится предметом очень серьезного изучения, проведения служебных проверок, но в сегодняшний день позиция государства и нашего президента очень жесткая. То есть любое нарушение, ограничение и запретов, наложенных на чиновника любого уровня, то есть это может региональный, федеральный, муниципальный, то есть это однозначно освобождение от должности. То есть позиция сейчас занята вот такая. То есть если человек, занимающий определенную должность, умышленно сокрыл какие-то свои доходы, либо расходы, либо эти расходы начинают, и он не может подтвердить свои расходы доходами, то это безусловное основание для освобождения человека от занимаемой должности. Ну и как еще функционал, который мы на сегодняшний день выполняем, это и посвящение граждан. То есть вот в этом году мы даже провели первую попытку сделать конкурс детского на коррупционные рисунки, плакаты. То есть опыт получился положительный. Я думаю, да, 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 профилактическая работа. Вот. И что еще мы делаем? То есть где? Вот у нас есть коррупционная составляющая. Это тогда, когда граждане приходят к нам со своими вопросами, и на органы местного самоправления возложен функционал по разрешению этих вопросов. То есть те или иные запросы какие-то там, еще работы выполняемые связаны с тем, что чиновник оказывает услуги населению. То есть вот здесь должна быть регламентация четко и прозрачно, чтобы у чиновника не было никаких, ну, по земле, вот там по выделению земельных участков. То есть вот эта вся метода, она должна быть четко прозрачно, четко контролируема, чтобы исключить любые возможности злоупотребления чиновника в части выполнения своего функционала, направленного на реализацию прав граждан. Вот здесь позиция очень жесткая. Ну вот давайте тогда, по терминологии, вот коррупция, если кратенько, да, это дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или любое другое использование физическим лицом своего должностного положения в личных целях. Вот как раз то, о чем, собственно, вы сказали, да. Вот в этом смысле, как вы работаете с сотрудниками, как раз вот, не знаю, земельного комитета, каких-то комитетов, которые как раз, собственно, и оказывают услуги гражданам, и имеют с ними прямой контакт? Потому что, конечно, ну, в общем, что греха таить, наверное, когда-то, так сказать, возникают какие-то ситуации спорные. Ну, по каждой услуге есть такой документ, который называется административный регламент предоставления данной услуги. То есть вот когда он у нас готовится, формулируется, это нормативный документ, во-первых, проходит экспертиза и наша внутренняя, и прокурор нам в этой части тоже помогают и осуществляют контроль, и если что-то они там видят вовремя, нам, что называется, подсказывают, мы данные позиции исключаем. То есть создается система, которая должна исключать случаи злоупотребления своим правом. То есть контроль какой-то, то есть каждая услуга, она разная. То есть под каждую услугу делается административный регламент. И там схема предоставления этой услуги прописывается по возможности досконально. То есть когда деятельность регламентирована, тогда и возможности сделать шаг влево, шаг вправо или каким-то образом злоупотребить, она как бы старается быть сведенной к нулю. Естественно, человеческий фактор мы здесь не исключаем, но для этого у нас как раз специально и существует надзорное ведомство, которое вот этот человеческий фактор и отслеживает. Ну, наверное, еще одна ситуация, когда возникают такого рода вещи, в которых можно, так сказать, подозревать составляющую коррупции, это наши конкурсы. Ну, не зря вышли эти законы, соответствующие по закупкам. И тем не менее, когда пишется конкурсная документация, наверное, нередки случаи, и мы, в общем, их знаем, когда, ну, например, прописываются очень мелкие какие-то детали, которые явно свидетельствуют о том, что конкурс, как сейчас говорят коммерсанты, заточен под то или иное предприятие. Вот вы каким-то образом мониторите конкурсы, которые проходят на территории Нуральского городского округа среди тех предприятий, которые используют бюджетные средства при своих закупках? Да, конечно, это еще одно из важнейших направлений деятельности прокуратуры, надзор за исполнение вот закона о контрактной системе и о закупках товаров, работы, услуг отдельными видами юридических лиц. То есть на постоянной основе у нас, как вы сказали, мониторится сайт закупок, это абсолютно прозрачно, там все видно. Тоже, конечно, принимаются меры. Был ряд и административных производств, и представлений, и протестов с нашей стороны. Конечно, это все бюджетные, казенные учреждения, и они в основном у нас надзор за именно муниципальными учреждениями. Да, эффект-то есть, какие-то примеры, может быть, так как-то, ну, без фамилии, тем не менее. Без фамилии, но вот именно в плане такой, наверное, коррупционной составляющей, ну, наверное, было у нас пара административных производств, которые опять-таки, ну, это не уголовная ответственность, там не должным образом оформлялась аукционная документация. Ну, вот такого, чтобы из-за этих нарушений, из-за того, что вот эти нарушения повлеклись в заключение контракта с конкретным лицом, такого не выявлялось. Вот. Ну, это вот за этим моментом очень основная компетенция здесь, это Уфаса, конечно. То есть у них и проверки, они в этом плане практиками работаны. Ну, в любом случае, вот, надзор за исполнение законодательства о закупках, оно стимулирует руководителей муниципальных учреждений, то есть, как правило, повторно таких нарушений уже не допускают. То есть в любом случае, любая проверка, она определенный толчок дает к устранению и недопущению в дальнейшем. А вот по нашим с вами отраслям. Тут, как мы все знаем, месяц назад президент встречался с Народным фронтом, вот, очень широко обсуждались эти вопросы, связанные с коррупцией. Лидерами индекса ОНФ стали государственные компании, которые как раз и торгуют на сайте закупки.ру, в частности, вот, Росгеология закупила машины предстоительского класса, там цена 8,85 миллиона рублей, ну, то есть почти 9 миллионов рублей, то есть вот такие вот, как бы, цифры, которые присутствуют. Если говорить о возможности контроля, и вот, очень важно, о взаимодействии, вот, вы назвали ФАС, есть управление внутренних дел, вот, сквозно как-то эти проверки проводятся, то есть вы друг с другом, взаимодействие отлажено? Да, то есть с межмуниципальным управлением нашего внутренних дел и с контролирующим органом, ну, мы очень тесно работаем с контрольно-счетной комиссией на Уральском городском округе, которая является отдельным органом местного управления, не подчиняется ни администрации, ни главе. Вот, потом мы работаем с администрацией, естественно, с контрольно-ревизионным управлением, отделом финансового управления, то есть взаимодействие, считаю, налажено. Андрей Вячеславович, а вы, как бы, в каких-то случаях выходите на прокуратуру или? Да, конечно, причем у нас ежеквартально при прокуроре проводятся совещания, как раз вот по этой тематике, где, значит, обсуждаются, ставятся какие-то задачи, обсуждаются направления, и в том числе, что касается вот проверок бюджетных денег, к нам из прокуратуры также, значит, поступают акты, значит, которые мы уже в рамках статьи, статьи УПК, по которым проводим проверку, и, значит, уже делаем свои выводы. То есть в этом плане взаимодействие у нас, конечно... Отлажено. Да, да, конечно. Хочу добавить еще что, то есть, в принципе, у нас что КСК, что наша ревизионная группа, которая находится в финансовом управлении, которая тоже осуществляется, мониторит за расходы... Контрольно-счетная комиссия, да? Да, Контрольно-счетная комиссия и ревизионная группа финн управления. То есть у нас как бы два органа, которые проводят проверку, да, в параллелях, независимо друг от друга, по своим планам, проверку расходования бюджетных средств, как муниципальных, так и областных и федеральных. Так вот, мы, в принципе, уже года два назад договорились о том, что если в ходе плановой проверки наши ревизоры, либо ревизоры КСК начинают выявлять что-то интересное с точки зрения правоохранителей, практически сразу же в рабочем режиме. То есть мы связываемся с представителями БЭП, они подключаются уже с точки зрения, уже фактически еще до того, как у нас готовый акт появляется, то есть либо у КСК, либо у ревизионной группы у нас, иногда туда уже заходят и представители правоохранительных органов для того, чтобы увидеть и заранее задокументировать то, что представляет интерес. В принципе, у нас руководители предприятия это уже знают, то есть, и вот как, не знаю, меня, конечно, радует, что ничего не выявляется, но они, по крайней мере... У нас такая светлая точка на карте Родины. Не то, чтобы совсем не выявляется, они выявляются каких-то вот совсем безобразных, вопиющих фактов, то есть, в принципе, мы стараемся держать всех наших распорядителей бюджетных средств в неком тонусе, потому что они знают, что если они что-то будут делать не так, в любой момент туда зайдет не только наша ревизионная группа, но и представители правоохранительных органов. То есть, факты, которые, скажем так, повлекли бы уголовную ответственность, они не выявлялись, а вот, скажем так, и факты нецелевого использования, неправомерного, они, конечно, были, но там меры-то, они принимаются другие, это может быть и представление, и административное производство, исковое заявление, чтобы эти денежные средства были возвращены в бюджет соответствующего уровня. То есть, вот эти нарушения-то не устраняются. Есть возвращенные средства? Возвращенные средства есть по мерам реагирования прокурорского. Какой-то объем можете назвать? Объем сейчас не могу назвать, но были исковые производства, они были удовлетворены, ну, как правило, даже добровольно они удовлетворяются, то есть еще до принятия решения судом. Давайте вот немножко как-то так от цифр и фактов и статей закона к общей философии. Все сходятся на том, что коррупция – это зло. Кто-то считает, что это зло основное, которое сегодня, собственно говоря, и лишает страну, Российскую Федерацию, тех средств, которых не хватает в экономике для рывка, потому что, ну, как мы знаем по прессе, откаты бывают разные, в общем, иногда они достигают значительных пропорций от сумм контракта до 50% по дорогам, как говорили в Центральной России. Другие считают, что это вот какое-то наше такое национальное качество, и то, что присуще русскому человеку изначально, есть известный факт, когда Петр I был сильно озадачен этим вопросом, и, значит, на заседании Сената предложил издать указ о том, что если кто-то укротет денег больше, чем стоит веревка, то он на этой веревке должен быть повешен. На что генерал-прокурор Ягужинский, старый лис, ему ответил, тогда, государь, вы останетесь без подданных, потому что мы все воруем с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой. Вот такая вот коллизия. Что-то за 300 лет-то изменилось? Как молодежь считает? Ну, на самом деле, хотелось бы в это верить, что что-то изменилось, и в этом плане, что действительно коррупция – это не только дача, либо получение взятки, но еще и злоупотребление служебным полномочиям. Если рассматривать молодежные структуры местного самоуправления, молодежная дума, молодежная администрация, как школу молодых чиновников, то могу сказать о том, что и администрация, и дума проводят достаточно большую просветительскую и такую вот работу над нами, как будущих, возможно, молодых чиновников, чтобы вот этих вот фактов коррупции с нашей стороны, их не было при нашей, возможно, дальнейшей работе уже в структурах государственных. То есть сейчас изначально профилактикой занимается? Конечно. А вы, Максим, может быть, что-то? Я бы хотел добавить к вступлению коллеги. Значит, вот давайте, наверное, вспомним наши, допустим, советское время, когда, говорит, вот мультик есть хороший, вот просто квашено, а раньше, говорит, холодильники доставали, там квартиры, теперь десятей доставать начали. То есть доставалось нам все по блату. Понимаете? То есть вот это было, наверное, какое-то проявление, может быть, задатки коррупции в советское время, которые через тяжелые девяностые годы нашей страны прошли в двухтысячные, да, и только сейчас, получается, и население, и государственная власть начинает осознавать, что это очень большая проблема, что это нужно решать. То есть сейчас разрабатывается колоссальное количество нормативных актов, то есть разрабатываются административные регламенты, законы о закупках, да, то есть вот это все. То есть и главное, это, наверное, основная задача еще донести до сознания людей, что это нужно, как сказать, что это плохо, что это зло, что это нельзя. То есть потому что некоторые, как было правильно замечено, этого не воспринимают. Ну вообще, Максим, извините, что перебиваю, я должна вас разочаровать, потому что объем коррупционных средств в России, по данным как раз правоохранительных органов, если в начале 2000-х годов достигал 30 миллиардов, то сейчас он ушел далеко, так сказать, за 300 и вырос в несколько десятков раз, поэтому сейчас ситуация достаточно сложна, может быть, поэтому президент и обращает сейчас такое внимание на это дело. Вот как вы считаете, потенциально, что нужно делать, как нужно растить, я не знаю, подрастающее поколение для того, чтобы исключить передачу этого гена в дальнейшем? Вот, то есть, как сказать, расскажу, то есть о структуре, то есть молодежная дума, да, то есть в принципе мы проходим школу, получается, молодого депутата, да, то есть до нас доводится вот эта вся информация, что в последующем, да, если мы будем избираться на какие-то посты государственной власти, либо что-то еще, не допустить этих проявлений, как не в отношении себя, так и мы, чтобы не допускали в отношении других. То есть это правильно, то есть когда, чем раньше, в принципе, это мы начнем доносить до, получается, подрастающего поколения, до людей среднего возраста, ну и старшего, естественно, тоже надо доносить, наверное, иногда, потому что и среди них, наверное, случаются какие-то случаи. Тогда мы, так сказать-то, войдем... То есть создавать систему общественного мнения, которая однозначно будет оценивать эти проявления. Конечно. И какие-то, наверное, методологические приемы, которые могут, вот в том числе не только с помощью правоохранительных органов, но и с помощью, не знаю, общественного контроля, да, все эти вещи корректировать так или иначе. Андрей Владимирович, вот такой опыт у нас появился в последнюю пятилетку привлечения молодых людей в создании органов, да, молодежного парламента, молодежной администрации. Как вы оцениваете эти структуры? Как-то помогают вам выявлять талантливых и перспективных? Так, ну, во-первых, хочу сказать, что проблемы коррупции это не только проблемы России. Даже если мы возьмем памятники нашего законодательства, начиная там с Египта и уже европейских государств, там во всех памятниках правовых имеются статьи, наказывающие за коррупционные проявления. То есть это, в принципе, это не Россия такая коррупционная, это, в принципе, подобные проявления существовали во всем мире. Вот, к сожалению, существуют и сейчас. И действительно, сейчас надо создавать систему, при которой, как бы, есть такое понятие бытовая коррупция. То есть бытовое восприятие коррупции. То есть вот на уровне, допустим, я не знаю, минимальных. Вот, допустим, почему у нас сейчас главная практика идет по линии ГИБДД? Потому что привыкли, допустим, и средства массовой информации, к сожалению, иногда тиражируют эту всю ситуацию, что вот, надо, гаишникам можно отдать взятки. Ну, я условно говорю. И начинают давать. А поскольку уже в правительственных органах существует определенная система противодействия в этом, естественно, человек, вроде как бы действующий, как все, и как по телевизору показывают, он попадает в сферу действия уже уголовно-правового законодательства, становится фигурантом уголовного дела. И вот пока в головах людей сдвиг не произойдет, что нельзя давать представителю власти деньги за тот функционал, который он должен делать, либо не должен делать. Только тогда мы сможем ситуацию переломить. И здесь вот, кстати, молодежь нам и должна оказать, как бы и оказывает ту помощь в части общения в своем круге. То есть, что надо уже сейчас на уровне нашего молодого поколения формировать взгляды, что вот этого нельзя делать, потому что это наказуемо в уголовном порядке, да и, в принципе, с человеческой точки зрения, нельзя этого делать. Вот как только мы сформируем определенное поколение, у которого будут четкие установки, что этого делать нельзя, потому что это плохо, вот тогда мы можем... У нас вот, допустим, тот же уровень краш. Это же тоже как бы нельзя врать там чужое. То есть мы же тоже пытаемся это все формировать. Статистика нашего города, она, в принципе, как бы показывает определенную динамику по имущественным составам. Но, к сожалению, надо смотреть в рамках России. Честно говоря, в рамках России вот именно с этой точки зрения я не смотрел. Сейчас только для себя уже определенные выводы делаю. Надо будет посмотреть. Но, тем не менее, работа проводится. И то, что без молодежи и без формирования в умах уже нашего подрастающего поколения, начиная даже с детского сада, подобных установок, это безусловный факт, который надо использовать уже сейчас в педагогической деятельности. А вот скажите, пожалуйста, по статей, вот мы затронули поскольку тему взяток ГАИ, да, сколько может получить человек вот за эту несуразицу, скажем так? За это преступление? За это преступление, да. Ну, во-первых, это тяжкий состав преступления. Даже так? Конечно, конечно. А сколько человек может получить, это в любом случае определяет суд. Но, тем не менее, что практика-то говорит судебная? Практика, что говорит, насколько мне известно, штрафы, либо условное наказание. Вот, по практике. А величина штрафов тогда? Величина, она соразмерна сумме взятки. Ну, по нашим уголовным делам, которые были рассмотрены в отношении лиц за покушение на отдачу взятки сотрудникам ДПС, было назначено штраф одному лицу 60 тысяч рублей, другому 40 тысяч рублей. Ну, у одного лица там еще был состав за хранение наркотических средств. Там, в совокупности, рассматриваются какие-то, да? Ну, нет, это другая статья, то есть ему было лишение свободы плюс вот этот штраф, потому что как раз он, скажем так, попался в состоянии наркотического опьянения и пытался дать взятку. Еще и при нем находилось наркотическое вещество, то есть там у него в совокупности это все было. Да, кратный размер. Ну, то есть человек всегда должен помнить, что проще и дешевле жить честно. Там надо сказать, что по этой статье есть и лишение свободы, просто судебная практика идет таким путем, что человек, если попал впервые, то есть имеет определенные смягчающие обстоятельства, да, суд принимает решение о штрафных станциях. Но если, не дай бог, вот эти фигуранты попадутся во второй раз, то я сомневаюсь, что там все делается просто штрафом. Конечно, это ведь уже судимость у человека. Да, да. Все правильно. Там целая система назначения наказания, на самом деле. Очень много норм и правил. Ну, и в заключение нашего интересного с вами диалога, давайте, может быть, какие-то рекомендации нашим телезрителям дадим. То есть вот если вдруг у человека возникает ситуация, когда на него оказывается давление, когда, ну, может быть, не дай бог, конечно, вымогают взятку, когда складывается вот ситуация, когда он чувствует себя дискомфортно, куда ему идти, что ему делать, куда звонить, как доказывать, то есть что нужно предпринять? Ну, в первую очередь надо, конечно, сразу обратиться в полицию, либо в прокуратуру, объяснить ситуацию, и, соответственно, при подаче заявления от гражданина будет проведена проверка. Ну, лучше это сделать сразу же, на мой взгляд, чтобы мы смогли оперативно отреагировать на это и уже дать определенные, как сказать... Рекомендации? Да, конечно. Да, и какую-то выстроить стратегию, в конкретном случае, в каждом конкретном случае свою. Как вы считаете, что... Какие задачи вот вы ставите перед собой, кратенько только, в своей работе, со своими коллегами, в профилактике коррупции? Самое главное, это помочь и правоохранительным органам, и муниципальным органам, это, да и государственной всей системе, изменить общественное сознание. То есть, встречаясь, допустим, с молодежью, когда говорят о том, что вот поборы в садике, поборы в школах, о которых, в принципе, можно, в принципе, тоже расценивать, как дача и получение взятки, что вот надо вот закупить то-то и то-то для класса, для детского садика, группы что-нибудь. То есть, это тоже давление, да, по сути? Или как? Ну, это тоже определенные, конечно, коррупционные проявления. Здесь надо в каждом отдельном случае рассматривать. Всех под одну... Да, гребенку-то нельзя, но, тем не менее, надо смотреть все эти вопросы. Ну, вот я общаюсь. Вот поборы в детских садиках, в школах спрашиваешь. Ну, вот до заведующего, к замдиректору, к директору обращались. Да нет, нам проще отдать, купить, заплатить и все. То есть, я думаю, что в первую очередь это надо менять вообще сознание. Сознание людей, конечно. Мы уже как молодежные структуры постараемся помочь правоохранительным органам и государственной системе. Хорошо. Ну, то есть, да, действительно, основная задача – это донести до людей, чтобы в их сознании они понимали, что если вы хотите жить в хорошем обществе, то есть сбалансированном, да, где есть все социальные гарантии, то есть общество действительно взаимодействует, как оно должно действительно быть человеку к человеку, да, то тогда нужно искоренить такое правление, как коррупция. А если вы хотите жить в обществе, так сказать-то, ну, не то что плохом, а, так сказать-то, антисоциальном, да, то есть, которое направлено против человека, то тогда, получается, ну, вот, это и приведет нас, то есть коррупция приведет нас к этому. То есть все в наших руках. Да. Андрей Владимирович, ну и несколько слов в заключении. В заключении я хочу сказать о том, что у нас уже третий раз подряд проходит социологический опрос в уровне восприятия коррупции. Буквально сегодня, вот, буквально вот сейчас перед нашим круглым столом мы получили документ заключительный. Я его, честно говоря, еще не успел до конца прочитать. Единственное, что хочу, вот, финальную часть огласить, маленькую. Так. Мы ее, конечно, изучим, там он многостраничный, сделаем доступным для населения, чтобы все понимали, что у нас происходит. Но вот вывод специалисты делают следующий. По сравнению с прошлым годом, по данным социологического исследования в Уральском городском округе, произошли некоторые изменения в лучшую сторону, которые позволяют сделать заключение о том, что уровень восприятия коррупции снижается. То есть это как раз вот этот тенденция к снижению. То есть это результат той работы, которая проводится всеми сидящими здесь у нас в студии людьми, и плюс теми людьми, которые сейчас в студии не находятся, но тем не менее для себя считают либо общественным, либо профессиональным долгом этими вопросами заниматься. То есть мы как бы работаем на то, чтобы вот снижение именно в нашем муниципальном образовании происходило как бы с завидным постоянством. И тогда, если каждый муниципалитет будет ставить подобные задачи перед собой, то и в целом по России мы сможем достичь определенных результатов, к чему, собственно говоря, и надо стремиться. И ситуация может, дай бог, измениться. И надо переломить вот эту ситуацию в сознании людей, в наших действиях, в наших поступках, и тогда мы действительно, может, к чему-то и придем. Спасибо большое. Я благодарю вас за интересный, содержательный разговор. Надеюсь, что и вам было интересно. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин